Торос хоть и испытывает сейчас не лучшие времена, в отличие от Ирмака, который набирает обороты в чемпионате, демонстрируя красивый, зрелищный и, главное, умный хоккей, соперникам остается грозным для любого клуба. В памяти болельщиков еще не зажили раны семимесячной давности, когда нефтекамцы выбили сибиряков из полуфинала плей-офф. Встреча началась с обоюдных атак на ворота Иванова и Сахацкого, но отличная игра обоих задала лейтмотив на весь сценарий матча. На восьмой минуте Евгений Чемерилов, получив пас в разрез защитников гостей, убежал в отрыв, бросил и вывел оранжевую машину вперед. 1-0. А потом в поте лица все оставшееся время трудились вратари обоих клубов, и вплоть до последних секунд исход встречи был неясен. Наставник Тороса Руслан Сулейманов снял вратаря на 59-й минуте, пытаясь спасти хотя бы очко. Но Ермак нашел лазейку на границе зон, и Артем Паншиндялов, сумел освободившись от опеки, закатить шайбу в пустые ворота. 2-0. Победа, которую так давно ждали ангарские болельщики, успокоила их самолюбие. Ермак уверенно занимает третье место в турнирной таблице, имея на балансе 33 очка. Наверное, все-таки где-то не хватило мастерства и хладнокровия в завершающей стадии, а в общем-то самодачи у меня нет претензий к ребятам. Идем дальше, готовимся. Главный тренер Ермака поблагодарил ангарских хоккеистов и фанатов за поддержку и веру в команду. Особая благодарность своим игрокам, потому что сегодня мы увидели в наших игроках все те качества, которые присущи их хоккеистам. Это самоотверженность, это боевитость, это неуступчивость. Наверное, за счет этих качеств и фортуна к нам лицом поворачивается. В субботу «Оранжевое воинство» ждет в гости оружейников из Ижевска. Матч с «Шталью» состоится в 17 часов. Роман Караваев, специально для информационной программы «Местное время».